16 декабря. Вот пришло время очередной выставки Ладья. И снова мы с Савой пришли полюбоваться на всякую всячину. Сегодня у Савы именины. Ходим, выбираем подарки, глаза разбегаются, чего только здесь нет. Вот вроде котик приглянулся. В озорной фуражке, котик-считалочка с десятью котятами внутри. Подсуетились дедушка с бабушкой, купили игрушку, а Савик поулыбался и убежал. Наверное, смутился, что поспешил, не то выбрал, что хотел. Еле догнали. Разрядить обстановку решили в кафе. Потом набрели на то, что смогло покорить сердечко ребенка. Трактор с прицепом бревно везет. И поехал наш Савочка на своем тракторе в волшебные страны. Выставка мелькает мишерой. Дядя Печкин из Южского дома ремесел своих подарков навез. А маленький мальчик и с нами, и далеко от нас. Везет его чудо-машина в волшебную страну, где самые близкие дорогие люди всегда рядом. Где царствует любовь. Теплые, мягкие родительские руки, искрящиеся светом глаза. Этого жаждет душа человека во все времена. Только у взрослых часто похоронена любовь под слоем суеты и заботы, под толстым слоем желаний временных, проходящих. Взрослые ходят, что-то смотрят, чему-то удивляются, а маленький мальчик гуляет по стороне своих пока чистых мечтаний. Рано стали постигать наших детишек не детские испытания. Рано они стали взрослеть. Придет и отрический возраст, когда вкусит он от вечного яблока познания добра и зла и скажет, что я сам владыка мира и сам знаю, что мне нужно. На каком тогда месте окажется его Отец Небесный? Труден путь человека. Многие близкие тогда станут далеко, а далекие близко Только Господь Бог со Своей вечной непроходящей любовью будет всегда рядом, готовый прийти на помощь к своему созданию, наделенному им же главным богоподобием свободной воли. А ты медведь видишь? А ты медведь видишь? А ты медведь видишь? А у кого хватит все есть? А ты медведь и волки тоже. Отец. Восемь и медведь и волки. Восемь и медведь и волки.